Все, меня слышно? Отлично. Всем привет, меня зовут Илья Лапин. Я являюсь темледом в компании Авито. Сегодня мы расскажем с Сергеем о том, как мы переходили с Java на Go в нашем проекте Авито доставка. Для начала, что такое вообще проект? Раньше, когда вы покупали на Авито, вы должны встретиться со своим продавцом или покупателем и передать ему вручную товар. Теперь вы можете нажать кнопочку купить с доставкой и вам в целом не надо встречаться, потому что вы через службы доставки получите то, что вы хотите. Более подробно вы можете посмотреть по этой ссылочке. Там есть лендинг красивый, там все круто. Почему мы вообще начали этим заниматься? Изначально проект был написан у нас на Java с использованием Spring, но мы начали переписывать на Go, потому что в Авито в целом нет особой компетенции по поддержанию в продакшене Java приложений, там по профилированию и прочих проблем эксплуатации. А также есть стремление по унификации инструментов разработки. Сейчас в качестве бэкэнда используются три языка. Это PHP, Go и Python. У нас доклад будет состоять из двух частей. Сначала расскажет Сергей про функционалы тайма, работы с SOAP, работы с коллекциями, а я потом уже подключусь на базу данных. Всем привет. Меня зовут Сергей. Я являюсь разработчиком в компании Авито. И как правильно Илья сказал, я расскажу немного про боли, про минусы, а также про плюсы переписывания этих сервисов. Расскажу про функционал тайм, про библиотеки, работы с SOAP, также про трудности работы с коллекцией, ну и про указатели. Так, начнем, наверное, с функционала тайм. Вот перед вами как раз вы видите типичный код нашего проекта, конвертации строки в дату. Ну, в принципе, достаточно простой код и для понимания тоже. То есть вы видите, обратите внимание, кстати, на паттерн, достаточно прост в понимании, где год, где месяц. Тут не составляет труда. Давайте тот же код посмотрим на Go. Ну, приблизительный. Ну, во-первых, это паттерн. Достаточно сложно для понимания для человека, который только-только начал разрабатывать на Go. То есть и даже гуглиться не на раз, потому что ты не понимаешь, где здесь паттерн, а где строка и как это все конвертирует. Во-вторых, с большой проблемой мы столкнулись с тем, что если вы хотите тайм преобразовать в строку, и если у вас миллисекунды равны нулю, Go их обрежет. И то есть ничего умнее, чем просто приклеить три нуля, мы не придумали, потому что, ну, с паттернами, с которыми мы работали, не было возможности такого сделать. То есть это не проблема, если у вас взаимодействие между сервисами происходит по таймстэмпу. Но если, как и у нас, исторически сложилось так, что вы передаете именно строку датовую, то вы можете увидеть вот такую ситуацию. То есть сервис еще, который написан на Java, ожидает вот такую строку, а получает вот такую. И вы рискуете, что где-нибудь в Нижегородской области вы будете сидеть на заправке и править эти баги вместе с вашим продукт-менеджером. Следующее, о чем я хотел поговорить, это библиотека работы Solp. Ну, то есть проблема пришла, откуда не ждали. У нас появился партнер, у которого Solp. Но что-то надо делать. То есть проблема еще в том, что людей, которые писали клиенты на Solp под Go, в компании не нашлись. И мы вышли с этим вопросом в интернет. Нашли немного. Ну, давайте, чтобы предмет не поговорить. Смотрите, у нас есть запрос на получение списка городов. И, ну, непосредственно информация о городе. Вот так выглядит написанный Java, Solp, клиент. То есть достаточно все просто. Это все генерируется автоматом с помощью библиотеки Apache. По факту руками мы там ничего не трогаем. Вот клиент, написанный на Go. Во-первых, мы нашли библиотеку Go.vsdl, только потому, что у нее на GitHub больше 500 звезд. С помощью нее мы решили vsdl файл, получается, сконвертировать в Go код. Но первая проблема была в том, что там содержались инклудные ссылки на инклудные схемы, на остальные vsdl схемы. В итоге надо все было перенести в один файл, и только тогда конвертер без проблем это все сконвертировал в код. Но это было не все. То есть выглядит все, в принципе, красиво. Но начинается такая ситуация, что вот все эти теги, которые генерируются автоматом, они по факту не рабочие. То есть вам приходится прямо ходить и ручками править каждый данный тег. И еще сложность в том, что код вызова не всегда возвращает специфичную ошибку конвертации. Вам приходится понимать, что у вас где-то проблема, если у вас либо вернулся пустой объект, либо наполненный. Вот если наполненный, значит все хорошо, значит тег поправили правильно. Вот, ну, как вы понимаете, это очень долго на это время не уходило. Следующий функционал работы с коллекциями. Ну, то есть понятно, что в любом проекте мы используем коллекции. В Java мы часто используем сеты, листы, хешмэпы. И вот первое, что меня смутило, это метод добавления элемента в слайс. То есть он что-то возвращает. Ну, то есть для JVista мне было непонятно. Впоследствии понятно уже, когда я узнал, что под собой append возвращает новую ссылку на новый слайс, это стало более-менее. Но вначале было не особо явно. Во-вторых, это сеты. То есть в Go у нас есть мапы, в котором ключ мы используем, элемент используем как ключ и значение пустую структуру, тем самым обеспечивая уникальность. Но неприятно было использовать функционал, ну, ради функционала добавлять вот эти пустые структуры, по сути, как бы код излишний. Также это соотносится с функционалом contains, который есть, например, в листах Java, где мы можем получить бульниевское поле, ну, типа проверить, есть ли элемент в коллекции. То есть здесь у нас это может произойти в Go только в мапе. Если мы хотим также сделать слайс, нам придется просто форум все гнать, проверять. Да, так, функционал сортировки. Вот здесь вы видите два фрагмента кода. Как у нас реализуется сортировка на Java и на Go. Ну, то есть на Java достаточно все просто. Вот, создаем свой компаратор, передаем его в лист, ну и все, наслаждаемся. В Go немножко посложнее. Во-первых, нам надо создать свой тип. Во-вторых, реализовать интерфейс под этот тип. И в-третьих, нам надо перегнать коллекцию, с которой мы работаем, в сортировочную. И после этого уже вызвать код сортировки. То есть в принципе это нормально, потому что у нас получается код сортировки инкапсулируется отдельно от всего остального кода проекта. Но, как вы понимаете, писать дольше. Да, так, следующий equals. Ну, как мы понимаем, в любом случае нам будет требоваться переопределение equals для каких-либо объектов, потому что хранение мы должны сами задавать, и тип хранения, и порядок. И здесь мы как раз указываем в Java коде с помощью библиотеки Lombok, такая упрощающая жизнь библиотека. По каким полям не надо просто делать equals, по каким надо, все. То есть после этого у нас проблем не будет с этим классом, мы его можем в дальнейшем использовать. В Go мы должны написать дополнительный класс, вот как раз вы видите user key, в котором мы будем передавать поля, по которым должно быть сравнение. И впоследствии уже в мапе мы должны использовать данный дополнительный класс как ключ. Ну, как вы понимаете, человек, который недавно пришел, для него это не очевидно. И, во-вторых, любая ошибка впоследствии может привести к тому, что будет все работать неправильно. А писать приходится много. Здесь я расскажу немножко про указатели. То есть в Java, как мы знаем, все объекты передаются по ссылке, кроме примитивов. И вот здесь я как раз привел код. Вот у нас есть класс. У него есть поле код стринговое и два метода. Один меняет этот код, второй, получается, делает копию. То есть в первом случае, в первом методе changeStatusCode мы можем гарантировать, что изменения по ордер статусу будут видны и за пределами данного метода. Во втором случае мы работаем с его копией. Вот так похожий код выглядит в Go. Здесь мы должны явно указать, где мы передаем по ссылке, а где у нас произойдет копия объекта. И то есть вот эти префиксы достаточно большая проблема для Java-разработчиков. Я покажу вам почему. Вот это типичный код из проекта, конвертера. То есть мы даем на вход request, на выходе хотим получить какую-то entity либо error. И проблема в том, что чаще вот эти дополнительные префиксы, где мы по ссылке передаем, где мы должны вернуть значение, человек, который только-только с этим познакомился, он не понимает, где что, и по факту все программирование сводится просто к перечислению. Либо звездочка, либо ampersand, либо звездочка. И в конце он по факту, если идея ничего не подчеркнула, тогда все хорошо, переходим дальше. И вот такая история со слайсами. То есть в принципе все понимают, что эти слайсы это разные вещи. То есть в одном мы, получается, храним ссылки на стринги, во втором случае это слайс сам является ссылкой. Ну, то есть по факту, когда ты это знаешь, то есть это не проблема. Но когда ты не понимаешь особо, в чем между ними разница, это может привести к плачевным ситуациям. Во втором случае еще хотел бы показать, что часто встречал у своих коллег, Java-разработчиков, которые пытаются писать на Go, вот такой код. Ну, мы понимаем, что, конечно же, так элемент не добавить. Добавить можно только вот так. Ну, то есть и человек просто сидит и где-то минут 5-10 не может понять, почему у него это, почему все подчеркнуто, почему он не может этого сделать. Вот. Ну, я, наверное, поделюсь своими личными впечатлениями. Мне кажется, что трудности, часто возникающие у меня, были связаны с тем, что у меня нет глубинной понимания философии языка. Опять же, у нас была система в компании такая, что мы не могли использовать очень большое количество фреймворков и дополнительных библиотек для Go. Поэтому, по факту, мы очень нативно писали на Go. При этом на Java у нас оставался проект с большими возможностями написания на стринге. Ну, на стринге. Вот. Ну и скорость разработки, я хочу сказать, что, в принципе, она сравнялась по разработке на Java и на Go. Ну, зачастую она сравнялась с тем, что все архитектурные вопросы, всю инфраструктуру мы отдали наш отдел архитектуры и больше этим не занимаемся, так как Go у нас представлен. Так. И, наверное, Илья дальше расскажет про свою часть доклада. Нам часто надо вставлять данные в таблицу одним запросом. Например, нам пришли изменения статусов заказов и мы хотим бахнуть это одним разом. Или, например, как в данном примере, это сроки доставки между разными городами. Как мы это делали в Java? Мы создавали репозиторий, наследуясь от Spring Go, JPA-репозиторию. Потом мы указывали размер батча, который хотим вставлять в базу и говорили гибернейту, что нам надо сортировать инсерты. После этого мы забирали какие-то данные от службы доставки, а потом мы это делали, ну, по сути, одной строкой. Сделали save all. Как нам это надо теперь делать в Go? По сути, нам надо склеить сначала большую строчку с теми значениями, которые мы хотим ставить, а потом приклеить это к основному запросу. Тут необходимо держать в голове то, что если не совсем правильно клеить строку, используя sprintf, то мы можем получить SQL-инъекцию. То есть на review обязательно смотрите, что вы там склеиваете, прежде чем отправлять это в production. Или либо проверяйте данные, которые приходят сильно заранее. Также нам часто приходится работать с транзакциями. Вот какой-то код, он берет изменения из базы, он берет данные из базы, что-то там проверяет и сохраняет новые изменения. Java у нас берет работу с транзакциями на себя полностью Spring. Мы вешаем одну аннотацию Transactional и, собственно, мы уверены почти всегда в том, что транзакционность будет работать. Если возникает exception, изменения откатываются. Но тут необходимо помнить, что если мы вешаем это на приватный метод, то он по-тихому не отработает. То есть если у вас упал где-то в середине, те изменения, которые были в начале, они все равно останутся у вас в базе. Как мы делали это в Go? Мы сделали небольшую оберточку Transact, которая на вход в себя принимает функцию. Каждый метод, который вызывается в рамках этой функции, мы прокидываем сущность транзакции TX и, соответственно, если возникает какая-то ошибка, мы делаем rollback. Собственно, вот кусок кода, который делает rollback. То есть если возникла паника или возник не пустой урор, тогда мы rollback'им изменения. Если у нас все хорошо, тогда мы делаем commit. Также мы столкнулись с тем, что в Go постоянно приходится обрабатывать ошибки. Это было очень тяжело. Вот пример кода на Java. Какой-то реальный пример, который мы использовали. Здесь что-то там делается. Каждая строчка кода говорит в целом о том, что она делает. Вот тот же самый код, но написанный на Go. Все, что выделено красным, это обработка ошибок. Мы просто кучу времени тратим на то, чтобы… Ну и страдает у нас читабельность от этого. Это ужасно. Вот в Java нам нравилось. Пример того, как мы забирали сообщение с RabbitMQ. У нас был такой заградительный тракетч, если возникает там любого рода exception непредвиденный, мы просто говорим от reject это сообщение в очереди и после этого RabbitMQ переносит это сообщение в очередь мертвых сообщений. И в целом все нормально. В случае HTTP вы также можете сделать обычные хендлеры, которые перелавливают все возможные exception и вы отдаете сервису потребителю достаточно читаемые данные даже в случае там какого-нибудь большого взрыва. Какие выводы мы можем сделать? Java Core и Spring давали нам всегда очень много магии из коробки. С другой стороны, надо было уметь этой магией пользоваться. С другой стороны, приложения на Go, они очень очевидны. То есть у вас в приложении только то, что вы написали. И это снижает порог входа человека в проект. То есть если к вам пришел новый человек, который, собственно, ничего не знает о вас, он видя код, он понимает, что вы там делаете. В приложении на Java у нас вход был больше, потому что вот используются какие-то такие нюансы и человеку надо о них узнать. У нас неоднозначные впечатления от перехода, честно скажу. С одной стороны, мы привыкли к тому, что вот про то, что рассказывал Сергей, то есть легкие форматирования, да, там легкие транзакции, легко работать с сортировками. Здесь этого нет. С другой стороны, мы практически не тратим время на то, что не понимаем, как работает вот эта часть. То есть фреймворков особо нету, и поэтому мы видим то, что происходит. Там иногда приходилось разбираться, почему Spring или гибернейт повели себя в этих ситуациях именно таким образом. Вот сейчас такие проблемы, они сильно сократились. Еще важно отметить, что у нас было два приложения, которые мы особо не оптимизировали, потому что мы там делаем продуктовые задачи какие-то, но нам, честно говоря, не до этого вышли. Вот из коробки у нас на Java со Spring получилось потребление оперативной памяти 150 мегабайт. На Go уже мы тратили, ну, по сути, переписав один в один 15 мегабайт. Кажется, что это неплохой прирост такой, потому что в рамках компании, где может быть сотни тысячи сервисов, это может сильно сократить потребление ресурсов в целом компании. Вот. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Мы, кстати, подготовили трех гоферов. Мы думали, подарки не будут раздавать, а, оказывается, раздают. Так что за три лучших мы дадим трех гоферов. Чем бы обосновали для себя необходимость перехода с Java на Go и, оглядываясь назад, сделали бы такой переход еще раз, если бы встал вопрос? Я думаю, в целом сделали бы. Во-первых, оно у нас сейчас еще происходит. Ну, в текущей прямо ситуации, я не знаю, как условно в другой компании, но у нас нормальный вариант развития был сократить количество возможных языков. То есть из-за того, что у нас была, по сути, вот одна команда доставки, которая пишет на Java, нам приходилось самим настраивать, там, как билдить докер образ, как это деплоить, у нас свой full of team city. Ну, мы тратили очень много времени на это и, соответственно, могли делать меньше продуктовых задач. Сейчас мы сильно сократили это время, потому что, ну, ребята из архитектуры действительно за нас уже все сделали. С другой стороны, я даже не знаю, то есть стоило бы, в данном случае точно стоило. Какой это сферический пример перехода с Java на Go, я не знаю. Надо смотреть вот реальную ситуацию. Все заявки и минусы. Добрый день. Спасибо большое за доклад. Посмотрите, пожалуйста, а если у вас было предложение на Java, оно у вас, наверное, было многопоточное? Ну, местами. А вот как вы можете сравнить переход с многопоточной Java, там, на Go с ее горутинами, там, это сравнимо, несравнимо, похожие вещи или нет? Вообще сравнимо. Ну, то есть те куски кода, которые реализуют многопоточность, они похожи. То есть мы делаем примерно то же самое. То есть мы там постучались с нескольких наших других сервисов, получили эти данные, ну, то есть Java мы future task использовали. Здесь в целом механизм такой же. Мы дождались все, ну, пока все потоки постучатся во внешние системы и, ну, дальше это пойдет по бизнес-процессу. То есть для нас выглядит, ну, практически прозрачно, потому что то же самое происходит. Ну, хотел бы сказать, что гораздо проще было разобраться с Go-рутинами, чем с многопоточностью у Java. Ну, и проще писать. То есть, в принципе, достаточно понятно. В этом плане входной порог, конечно, ниже угол. Хорошо, я еще такой вопрос один. Какая есть в Go killer feature, которые можно было перетащить бы в Java, там, по вашему мнению, и в обратную сторону? Что есть такое в Java, чего вам не хватает в Go? Спасибо большое. Мне не хватает коллекции в Java. В смысле, в Go не хватает коллекции в Java. Это в целом очень удобно. Весь вот этот функционал. А что бы можно было? Ну, я бы еще, наверное, сконцентрировался на том, что мы много не использовали уже готовых решений в Go, которые есть. И в этом плане мы, наверное, сейчас вам не скажем прям с точностью, потому что каждый из вас скажет, вы что, есть там такая-то библиотека или такая-то, почему вы ее не юзали? Но вот, в принципе, даже если начать писать на Java Core, вот этот же проект, мы тоже будем очень сильно плеваться. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Тут вот есть такой вопрос, который не был покрыт на самом деле особо. Это сборка в Яве. То есть довольно традиционное средство. Это мовен, который нам гарантирует то, что у нас сборка репитабель. То есть всегда будет получаться то же самое на выходе из одного мовена артефакта. В вашей разработке на Go вам удалось достигнуть этого? Либо не пытались? Ну, если удалось, то какие средства используют? Ну, у нас DEP используется, и в целом у нас вот лочатся те зависимости, которые есть. Поэтому абсолютно повторяемые сборки. И в том числе, когда ты собираешь приложение, у тебя вот это вот, те исходники, которые ты билдишь, они у тебя лежат в проекте. И даже если у тебя нет интернета, ты все равно соберешь свой проект. То есть в этом, конечно, плюс. Добрый день. Спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. Что именно вашему продукту в долгосрочной перспективе может дать переход на Go? Еще раз, я не очень услышал. В долгосрочной перспективе, что именно может дать Go вашему продукту? Ну, то, что компания больше не будет нанимать Java-разработчиков. Всем привет, спасибо за доклад. Я просто там видел Raul SQL. И у меня вопрос как раз по поводу того, что насколько в Go хорошо реализованы ORM-библиотеки, использовали вы их. Потому что Raul SQL у меня прям страшно, если я в ходе вижу себя. Нам тоже было страшно. И на самом деле мы не используем там особо библиотеки ORM-ки, потому что в целом у нас в компании принято писать, ну, на практических Go. В целом вы можете завязать, но на свой страх и риск. И типа, если будут там какие-то косяки, вы сами будете разбираться. И поначалу, да, вот это вот было страшно, но теперь уже как-то привыкли, честно говоря. И там на своих каких-то пэт-проджектах, которые я пишу, допустим, на Яве, я уже тоже часто за собой замечаю, что если я беру какое-то там репозиторию, пишу, я делаю именно native SQL, потому что я понимаю, что я в данном случае сделал лучше, чем гибернейт запрос. А по поводу валидации безопасности, вот про SQL инъекции был вопрос. Вы это вручную тоже сами все решаете? На самом деле, ну, мы валидируем все данные, которые приходят на вход, поэтому минимизируем на точке входа количество инъекций. С другой стороны, вот по сути, есть пару видов запросов, которые используют multiinsert. И нам, ну, вот в этих местах мы хорошо смотрим за этим, а остальное там прокидывается как нормальные параметры, и поэтому еще библиотечка Goat сама валидирует. То есть вот проблема именно в этом месте. Здравствуйте, спасибо за доклад. Очень интересно, вы коснулись объема потребляемой памяти, да, и вот насколько эта проблема актуальна для вас в вашем сервисе. То есть вы почувствовали на Сибле положительный эффект от того, что стали меньше проверять, и какая у вас архитектура, то есть это какой-то сервис, это часть микросервиса. Насколько у вас там инстансы какие-то поднимаются? Короче, у нас около 13 или 14 микросервисов, я всегда путаю, вот эта вот система именно доставки нашей. И мы, по сути, выкидываем Java, один сервис, вставляем Go. По потреблению мы, ну, существенно заметили, потому что до этого у нас были свои отдельные, как бы, ноды в Кубернейтсе, то есть все остальные живут как-то на общих, куда их там запнет, там и нормально. А нам сказали, вот эти тачки ваши, грубо говоря, чтобы вы нам ничего не аффектили. Вот. И четко выставили ограничения по памяти. Вот если у нас там что-то вытекать начинало, нас типа отрубали. А так вообще у нас по два инстанса каждого сервиса, но в Go мы уже пихаем по три, потому что о чем память-то есть, освобождается. А сейчас Кубернес, да? Да, у нас Кубернес, ну, у нас и раньше был Кубернес, и сейчас тоже. И вам удалось сократить количество памяти, ну, естественно, да. То есть каждый сервис у нас ощутимо, ну, ощутимо меньше занимает теперь. Привет. Спасибо за доклад. Вопрос такой. В Авито очень качественный отдел поддержки, разработки баз данных, по-моему, ну, с Postgres там такая работа очень хорошо выстроенная. И вот касательно вопроса с SQL-инъекциями, с insert-инъекциями, вот с такими написанными в Go-коде, там же и профилирование, и все вокруг баз данных очень качественно сделано, собирается статистика, почему не вызовы функций, почему вот не заэкранированы это функциями, то есть почему протокол работы с базой данных выстроен на insert, апдейтах, на откровенных транзакциях здесь в коде Go. Ну, в целом, есть просто разные части Авито, вот то, про что ты говоришь, это где вот это вот супер смотрят, это больше про часть именно самого Авито-сайта. То есть там есть Авито-монолит, который потихоньку распределивается на микросервисе. Когда ты переезжаешь в микросервис, у тебя как-то больше вольностей. И в целом, те, кто переезжает на микросервисе, не очень у нас приемлем, ну, используем вот именно хранимых процедур на базе. Стараемся это все делать именно в коде, потому что проще версионировать, проще понимать, что происходит, проще как-то вот повторяемость делать, гонять тесты. Я согласен с тем, что вот видеть бизнес-логику всю в коде приложения, так, наверное, проще для того, кто пишет само приложение. Но с точки зрения профилирования, может быть где-то именно протокол работы с базой данных вынесены на функции и анализ, сбор статистик именно с базой данных и справкой с багфиксом быстрым, наверное, более быстрый, когда отследить проще не ad hoc запросы, а какие-то вызовы функции, затюнить их. Ну, на самом деле у нас же, ну, у нас в Авито устроено так, что мы не напрямую стучимся в базу, в Postgres, у нас находятся два пэга-баунчера. Слышали о таких вещах? Слышали. Не самая приятная штука. Не самая приятная, да. Но вот наши админы, по сути, следят за нами с помощью пэга-баунсеров. И если они видят, что у нас там долгие транзакции, долго отрабатывают запросы, они нам пишут и говорят, почините что-то с этим. И у них много автоматического мониторинга. Если там транзакции зависают, создается автоматический таск жира с этим графиком, они пишут нам, говорят, ребята, почините. И в целом вот так вот. С пэга-баунсером, если вы большие пакеты данных получали или будете получать, вы еще выхватите? Мы с этими баунсерами уже много чего выхватили. Спасибо. Кстати, больше всего на Java у нас было проблем, потому что в Авито обычно транзакционный режим баунсеров, а нам из-за гибернейта пришлось сессионный использовать. Но вот в Go мы теперь снова можем вернуться к транзакционному режиму. Ну, насчет, кстати, вернуться к транзакционному. Если транзакции будут короткими, то да. Если будут длинными, то будет все плохо. Мы про это в курсе. Спасибо. Да, спасибо вам. Коллеги, у нас время. Остальные вопросы можно задать в кулуарах. Давайте выберем лучший вопрос. Несите ваших гоферов. Пойдем, поможешь мне. Так, мне понравился вот человек спрашивал, Зачем мы переехали? Я ему отдам гофер. Подожди. Да. И пакетик. А мне понравилась история про киллер-фичи. Я к тебе подойду. Спасибо. Пожалуйста. На, держи. Давай, ты выбери еще. Еще один дай? Да, еще один есть. Давай вот этого молодого человека отдай. На, сам отдай. Спасибо. 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 Продолжение следует...